Круглый стол является отличной площадкой для диалога бизнеса и власти. В ходе беседы каждый участник совещания мог задать вопросы приглашенным спикерам. Предпринимателей среднего и малого бизнеса интересовал широкий спектр вопросов. Например, их взаимодействие с государственными корпорациями. Для нас сейчас важная задача, чтобы те поставщики крупнейших закупщиков, которые готовы работать и расширять производство, получили адекватную поддержку и расширяли производство. На круглом столе обсудили возможности развития малого и среднего бизнеса в Одинцовском районе. Рассматривались меры поддержки, доступные предпринимателям, и ближайшие шаги для повышения активности бизнес-сообщества. По словам экспертов, в нынешних условиях деловым людям приходится нелегко. Финансовые ресурсы ограничены, а кредитные ставки высоки. Поэтому бизнесменам сложно занять свою нишу на рынке. Вместе с тем, компании, связанные с сельскохозяйственной отраслью, чувствуют себя гораздо уверенней. Отчасти нам помогли и санкции против России, и такая в сельском хозяйстве тенденция импортозамещения. Мы видим достаточно хорошие тренды в переработке и в промышленном производстве, когда предприятие производит разного рода новую продукцию, которая востребована и закупается компаниями с государственным участием и в рамках госзагруза. В ходе «Круглого стола» его участники обсудили вопросы, связанные со стандартами развития конкуренции, с антимонопольным регулированием на региональном рынке товаров, работ и услуг, созданием условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, и еще ряд актуальных направлений, ориентированных на улучшение инвестиционного климата. Тария Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».